Избыток сухой травы на участках и прилегающей территории может привести к серьезным последствиям. Однако некоторые собственники участков в микрорайоне Зверосовхоз не сильно обеспокоены этим. В основном захламлены земли, на которых никто не живет. А вот соседи переживают за свое имущество. Поэтому-то и обратились в главное управление МЧС по Бурятии. Несколько участков имеют сады заброшенные. Некоторые участки имеют собственников, те, которые проводятся работы с ними, вручаются им уведомления о составлении протокола об административном правонарушении и, соответственно, привлекаются к административной ответственности. По кадастровой карте все участки размежеваны. Это значит, там, где нет ни забора, ни каких-либо построек, тоже есть владельцы. Инспекторы будут разыскивать хозяев через администрацию и направлять ими уведомления о составлении протокола. У нас как-то здесь есть, активисты наши всегда разванивают, все время говорят, в вайпере все пишется. Они ранее не убирают. В прошлый раз у нас уже там наверху у соседей машина загорелась. Тоже пожарных вызывали сами, бегали, тушили и все. А там тоже травы. Когда они буквально неделю-две назад, наверное, приехали и распахали их. Я говорю, пока что-нибудь не случится, никто ничего не делает. Ну, то да, у нас есть такое, конечно. Добавлю, что с 8 июня вступает в силу изменения в федеральном законе, касающийся административных штрафов. За сухостой на своем участке физическим лицам придется заплатить от 5 до 10 тысяч рублей. Руслан Хороших, Евгений Павлов. Новости дня. Руслан Хороших, Евгений Павлов. Новости дня. Субтитры создавал DimaTorzok